и вот посмотрите по классике раквина у нас находится в самом углу важно сделать еще на этапе проектирования то есть если интересно как мы это сделали пишите в комментариях обязательно отвечу и посмотрите какой очень важный момент всем привет сегодня на жилой комплекс 1 московский закончили ремонт по нашему дизайн проекту и сейчас запишем небольшой обзор на эту квартиру двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров я сейчас нахожусь коридоре сзади меня входная дверь по левую сторону у нас гостевой санузел который мы переоборудовали в кладовую смонтировали дверь скрытого монтажа и вот смотрите крупноформатный керамогранит у нас идет и кухня и коридор все единым ковром очень классное решение но при этом вам нужно на этапе возведения перегородок и оштукатуривания стен сделать максимальную геометрию то есть эта стена должна быть параллельно этой а эта стена должна быть параллельно этой для того чтобы когда велась укладка плитки не было в подрезок и никаких разбежек важно сделать еще на этапе проектирования то есть когда мы разрабатываем дизайн проекты мы все эти моменты прорабатываем и указываем в проекте на чертежах для того чтобы уже настройки на строительной площадке ничего не упустили уже смонтирована кухня осталось только подключить подсветку рабочей и вот посмотрите по классике раковина у нас находится в самом углу максимально близко к стояку канализации который находится в бывшем гостевом санузле здесь мы нашли решение чтобы раковину сместить максимально к окну если интересно как мы это сделали пишите в комментариях обязательно отвечу холодильник расположен у нас вот в этом месте мы его сместили максимально вправо к окну потолок у нас натяжной это классическая пвх пленка из освещения это люстра над обеденным столом и дополнительное освещение в зоне кухни так как у нас здесь две сдвигающиеся перегородки мы сделали специальную нишу для того чтобы смонтировать рельсы по которые будут эти перегородки передвигаться здесь очень интересная планировка то есть вы из кухни можете попасть гостиную двумя путями даже тремя вот у нас стоит диван телевизионная зона вот два прохода они закрываются легкими перегородками а также есть дополнительно дверь через которую можно зайти в это помещение очень удобно вот в этих местах будут стоять шкафы для каких-то вещей по чистовой отделке на полу нас ламинат стены все сделаны под покраску потолок у нас натяжной из освещения это люстра центре комнаты вот здесь вот будет смонтирован кондиционер сделаны выводы а сам монтаж оборудования будет сделан немножко позже далее мы проходим в коридор ведь как удобно в комнату можно попасть двумя путями через дверь а также обойти и через кухню здесь у нас будет расположен шкаф и посмотрите какой очень важный момент то есть на этапе проектирования вам нужно понять где у вас будут расположены инженерные коммуникации здесь у нас коллекторный шкаф отопление силовой щит и слаботочный то есть вам изначально на этапе проектирования нужно разработать мебель для того чтобы понять где расположить щиток и где коллекторный шкаф чтобы не получилось так что у вас нету доступа к инженерным системам либо не получается расположить правильно полки на этот момент стоит обратить внимание еще на этапе разработки дизайн-проекта идем далее по коридору и здесь у нас вход во вторую комнату здесь все по классике на полу ламинат плинтус стены под покраску цвет очень приятный фисташковый натяжной потолок с точными светильниками здесь у нас будет висеть кондиционер здесь у нас будет расположен шкаф и будет стоять двухспальная кровать напротив зона телевизора здесь у нас ванная комната все стандартно по классике система инсталляции ванна подвесная тумба зеркало с подсветкой подсветка включается при помощи нажатия вот этой клавиши естественно электрический полотенцесушитель никаких водяных максимальная надежность и простота это электрический полотенцесушитель водяной рано или поздно может потечь поэтому ваш выбор должен пасть в пользу электрического полотенцесушителя на стенах у нас комбинация крупноформатного и керамогранита и керамогранита размером 20 на 40 сантиметров в основании ванной мы сделали вот такие вот полки для того чтобы поставить все принадлежности для ванны очень удобно здесь у нас смонтированы все инженерные коммуникации и чуть позже здесь будут две дверцы для того чтобы был доступ к инженерным коммуникациям и при этом это все стильные красиво смотрелось вот такой ремонт получился все ваши вопросы пишите пожалуйста комментариях либо записывайтесь на бесплатную консультацию а также можете написать на вот сап все контакты будут в описании спасибо что досмотрели этот роль до конца всем пока